Их пара не похожа на другие. Она живая, светловолосая русская девушка. Он типичный представитель китайской культуры, улыбчивый, но сдержанный юноша. Познакомились Юй Тин и Екатерина в вузе. Он приехал изучать в Барнаул русский язык и потому знал только несколько слов. Чтобы помочь таким студентам адаптироваться, в университете им назначают помощников, которые владеют английским. Так Екатерина и по сей день объясняет Юй Тину тонкости русскоязычного мира, правда уже в качестве жены. Катя очень умная. А еще у нас есть много общих интересов. Например, компьютерные игры. Мы очень много играли, проводили вместе много времени и Катя стала для меня лучшим другом. А раньше ты говорил, что тебе понравились мои глаза. Ее, рассказывает девушка, Юй Тин покорил своей заботой и чувством ответственности. Уже через год после знакомства они стали мужем и женой. Правда, сначала пришлось побывать в Москве, но не ради осмотра достопримечательностей, а чтобы получить справку из посольства, разрешающую гражданину Китая жениться в России. А ныне вы единое целое. Взявшись за руку, вы пойдете на роль и семейной жизни. Родители из Китая видели свою невестку только по видеосвязи, но выбор сына одобрили. Самое главное для них, чтобы молодые люди друг друга понимали. Во всех смыслах. Просто разговариваем по-английски, по-китайски, по-русски, по-ликс. Друзья вообще говорят ютинский язык. Очень странно, что когда я говорю по-английски с кем-то другим, меня не понимают. И только Катя меня понимает. И то, как говорит Катя, даже на других языках, тоже мне только понятно. Сейчас молодожены продолжают учебу в УЗЕ, привыкают к культурам обеих стран. Но пока точно не знают, останутся ли здесь или уедут в Китай. Главное, говорят, всегда будут вместе. Анара Шагирова, Дмитрий Денисов. День с толком.